Зинаида Гиппиус. Закат. Освещена последняя сосна, под нею тёмный коряж пушится. Сейчас погаснет и она. День конченный не повторится. День кончился, что было в нём? Не знаю, пролетел как птица. Он был обыкновенным днём, а всё-таки не повторится. Вот такие замечательные стихи прочитаны не зря. Именно сегодня, 20 ноября, день рождения у Зинаида Гиппиус, поэтессы, русской поэтессы серебряного века, писательница. С детства Зинаиду увлекалась поэзией, живописью, любила прогулки верхом. В 1888 году Гиппиус встретила своего будущего мужа Дмитрия Мережковского. В этом же году она начала печатать в Северном Вестнике свои стихи и рассказы, романы. «Смотрю на море жадными очами, к земле, прикованной на берегу. Стою над пропастью, над ними сами, а улететь к лазури не могу. Не ведаю, восстать или покориться. Нет смелости ни умереть, ни жить. Мне близок Бог, но не могу молиться. Хочу любви и не могу любить. Я к солнцу, к солнцу руки простираю и вижу полок бледных облаков. Мне кажется, я истину я знаю, а только для нее не знаю слов. Бессилье 1894 года Гиппиус стоял у искок русского символизма. Вместе с мужем они основали религиозно-философское общество в Петербурге. Позже выходят сборники рассказов Гиппиус на философские темы «Алый меч», «Лунные муравьи». В 1911 году был написан роман «Чертова кукла». Пишет поэтесс и эссе, чаще всего под псевдонимом Антон Крайний, хотя есть больше другие имена. Лев Пущин, товарищ Герман, Роман Оренский, Антон Кирша, Никита Вечер. После Октябрьской революции 1917 года Гиппиус с мужем эмигрируют в Париж и в последующем сборники стихов резко осуждают старый, вернее, новый строй России. В эмиграции она продолжает заниматься творчеством, а также активной общественной деятельностью. Зинаида Гиппиус дожила до 9 сентября 1945 года и покоится рядом с мужем на кладбище Сен-Жен-Невиев-де-Буа под Парижем. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.